В Ненецком автономном округе получают лечение от коронавирусной инфекции 193 человека. Из них пятеро находятся в крайне тяжёлом состоянии. Неутешительная ковидная статистика пополнилась 10 новыми случаями заболевания коронавирусной инфекцией. В стационаре Ненецкой окружной больницы получают лечение 43 пациента. Из них шестеро находятся в реанимации, пятеро в крайне тяжёлом состоянии. Из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 28 пациентов инфекционного отделения получают кислородную терапию. На амбулаторном лечении в настоящее время находится 150 человек. На учёте в Управлении Роспотребнадзора состоит 997 человек, близко контактировавших с заболевшими. Они изолированы и находятся на карантине до получения результатов ПЦР-тестирования. В регионе зарегистрировано 45 летальных исходов от коронавируса. Пять из них за прошедшую неделю. Эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на еженедельном совещании главы региона с руководителями органов власти. Как сообщил представитель Департамента здравоохранения, серьёзная ситуация сложилась в Лабожском. Там вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. Были 4 санрейса, вывезено 11 пациентов в тяжёлом состоянии. Все эвакуированные больные из деревни Лабожска в настоящее время получают лечение в стационаре Неницкой окружной больницы. Их состояние медики оценивают как тяжёлое. Можете сказать, с чем связана эта вспышка в Лабожском? Вспышка в Лабожском, прежде всего, конечно, связана с низким процентом вакцинации. Единственный метод, который может защитить на сегодняшний день, и подтверждён, что это вакцинация, люди не вакцинируются. Ведётся неэффективная работа главы администрации, получается, руководителей, в том числе, наверное, медицинского работника, как правило, информационная работа о том, что необходимо вакцинироваться. Губернатор поручил провести совещание с главами муниципальных образований и дать им все необходимые разъяснения и рекомендации по линии профильного ведомства. Нужно проводить целенаправленную разъяснительную работу среди населения. И не только медицинские работники должны этим заниматься. Мы никого заставлять не будем и принуждать не будем. Но мы должны людям сказать, что единственный способ защиты – это вакцинация. И чтобы не оказаться в реанимации в тяжелейшем состоянии, лучше привиться. Напомним, сделать прививку можно в любом муниципалитете по месту жительства. Для этого не нужно выезжать в окружной центр. Сельские жители и жители посёлка Искателей также могут вакцинироваться в центральной поликлинике Заполярного района. А горожане – во взрослой поликлинике Неницкой окружной больницы. Вакцинация проходит и на штатном режиме. Есть запись, талончики, расписание выложено. Пациенты с 9 до часу могут записаться в удобное для них время. Также мы работаем по субботам. Напоминаем, что в Неницком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова